Продолжение следует... А точнее, куратор Латвии и спикер по дубликации Любовь Федорова. И мой коллега, ведущий вебинаров по технологии на русском языке Артем Курбанов. Сегодня у нас на площадке 18 стран. И представители из 18 стран, которые поделятся с нами своей историей. А сколько у нас зрителей, мы пока еще даже сосчитать не можем, из скольких стран. Намного больше, чем из 18. Наши спикеры сегодня расскажут нам, что же их привлекло в нашем проекте. Что дает им вдохновение двигаться вперед. Что не отпускает и мотивирует их участвовать во всех наших исторически важных событиях нашего проекта. И почему мы все вместе стали одной большой дружной семьей. Сейчас начинают выступать спикеры, поэтому прошу вас, дамы и господа, выключите звуки ваших микрофонов в левой части, в левой нижней части экрана. Первый онлайн-марафон нашей компании прошел в прошлом месяце на английском языке. Провел его наш представитель, амбассадор в Нигерии. Потрясающий человек. И вот вам наш сюрприз. Сегодня он тоже с нами на связи. Самый позитивный, самый веселый, самый активный, самая яркая звезда. Пожалуйста, прошу приветствовать Кристин Вандервивер. Пожалуйста, подпишись. Ура, 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 ура. Это был первый раз, когда я начался с этим общением, четыре недели назад. Вы можете переводить. Да, первый раз он использовал подобный вид марафона, только четыре недели назад. До этого не было. Это был огромный успех для Нигерии с более чем 160 участниками. Я очень рад видеть, что вы сейчас делаете это в России. Это означает «дупликация». Он очень рад видеть, что мы сейчас делаем то же самое на русском языке. И он говорит, вот что значит «дупликация». И я сейчас продемонстрирую вам мои лучшие русские фразы из моего кармана специально для вас. Привет, друзья! Я передаю эстафету под резги и мотивации вам. Привет, самая SkyWorld Community! Большой привет из Нигерии! Мы желаем тебе здравия! Это фантастика! Благодарим тебя, Кристиан! Мы принимаем твою эстафету и сегодня тоже поделимся своей мотивацией. Почему мы поддерживаем Анатолия Эдуардовича Низского? Почему мы в SkyWay? Почему мы так рады этой технологии и вкладываем так много энергии и сил и времени для того, чтобы это было на нашей планете? И поскольку я принял эстафету у Кристиана, я первый расскажу вам, почему я здесь. И поскольку у нас у каждого три минуты, а я буду следить за этим, чтобы мы все укладывались в эти три минуты, я начну с тем, что шло из глубины души. Я счастлив, что такой наш повод, так называйте, экотехнологий и объединение всех народов мира собрал нас сегодня здесь, в этой прекрасной вебинарной комнате. И что мы можем прямо даже видеть друг друга, находясь каждый на своем континенте и в своей стране. Всю свою жизнь я искал возможности и способы, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы сделать его чище, чтобы сделать ее приятней, безопасней. Чтобы люди как можно меньше страдали, меньше плакали и как можно больше улыбались по разнообразным причинам. Мне улыбнулась Вселенная. Она начала меня знакомить с фантастическими людьми, которые уже долгие годы делают мир вокруг себя намного лучше. Но это не все. Потом меня судьба и Вселенная познакомила с гениальным человеком, с гениальным конструктором и изобретателем. Я называю его Леонардо да Винчи нашего времени. Это Анатолий Эдуардович Юницкий. Когда я познакомился с его личностью и с тем, что он делает, моя жизнь изменилась вообще. И его экологические технологии, которые мы с вами успешно продвигаем. Не сразу. И, наверное, после изучения двух-трех месяцев, в 2016 году я стал инвестором. Потом, спустя год, продолжая изучать, в 2017 я стал партнером и начал рассказывать другим людям, что же я узнал об этой технологии, об этом проекте и об этом человеке Анатолия Эдуардовича. И с 2018 года, поняв, что нет на планете для меня лично сейчас более важного и актуального дела, как продвижение именно этого проекта, именно этих экологических технологий, а точнее экологического транспорта. С 2018 года я успешно начал работать в компании SkyWorld Community и стал спикером ее. И я и мечтать не мог о том, что мое желание реализовать, улучшить мир в таких масштабах реализуется. Для меня природа – это жизнь. И все мы часть этой жизни. Все мы сыновья и дочери этой жизни. И мы являемся одной восьмимиллиардной крупной родной семьей, которая живет в огромном доме. Наша планета Земля. Огромный наш дом. Без перегородок. Мы живем в одной комнате. Мы здесь не одни. Здесь миллионы видов наших соседей, которые живут в этом нашем доме, в нашем общем. И наша привилегия – позаботиться, позаботиться об этом доме, об этой планете, оставить ее в лучшем виде и максимально улучшить и усовершенствовать все, что на ней есть, для того, чтобы наши потомки жили прекрасно, с удовольствием. Через какое-то время все люди поймут, насколько важное дело мы продвигаем. А сейчас мы уже из 15 этапов. На 14-м. Как скоро они поймут? Это зависит от нас, дорогие друзья. Как хорошо мы передадим эту информацию до других людей. Потому что информация о нашем проекте и о наших успехах уже гремит по всей планете. Я верю, что с помощью этих экологических технологий мы станем поистине космической цивилизацией, которая больше не будет иметь границ в пространстве, материи и возможностях. И мы действительно это делаем. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы здесь. Спасибо большое, что вы участвуете. Спасибо, что присоединились те, кто еще не с нами. Сегодня вы узнаете много нового. Спасибо, Артем, за такую вдохновляющую речь. Очень такие красивые слова. Мы сейчас хотим пригласить следующего спикера. Следующим мы вызываем Аурелиуса. Это куратор Литвы. Тоже наш сейчас спикер. Поэтому, Аурелиус, если ты слышишь нас, пожалуйста, включайся. Мы слышим тебя. Поделись с нами своей мотивацией, своей историей. И помним про три минуты. Да, слышу вас очень хорошо. Как меня слышно? Слышно прекрасно. Спасибо. Спасибо, Люба. Спасибо, Артем. Здрасте, коллеги, партнеры, друзья. Здрасте, Skyway-семья. Я хочу поделиться, почему я в этом проекте, в проекте Skyway. Потому что мне понравилась идея с первого знакомства с проектом. И я понял, что, помогая продвигать этот проект в будущем, я могу иметь финансовую независимость. А с проектом я знаком с 2014 года, с сентября месяца. И весь 2015 год я присматривался, очень немного делился информацией. И только в 2016 году, в январе, я с семьей поехал встречаться в Прагу с многими лидерами, которые сегодня тоже здесь находятся на площадке. Там был Владимир Маслов и Ирина Волкова, Елена Ковалникова была там, и была Инета Анджоня. И там я познакомился с этими людьми, и я тогда, после беседы с ними, я дал себе слово, что я буду этому проекту помогать, и как умею, чем могу. И что я должен помочь Юницкому с этим проектом выйти на мировой рынок. И когда мы выйдем на мировой рынок, я тогда тоже получу выгоду. И мне очень нравится этот новый наш сленг, выиграю я, и выиграет весь мир. Но мы только помогая друг другу, мы можем выиграть сами. И когда я в 2018 году поехал в Экотехнопарк, я был и в 16, и в 17, но когда в 18 я увидел, когда уже ездил Юнибус, Юнибайк, Юникар, и я шел по Экотехнопарку, мне бежали мурашки. И потому что я знаю, что это тоже есть мой клад, это наш клад, который мы все делаем. И благодаря этому проекту мы не только можем иметь дополнительный доход сейчас, но мы можем с этим проектом начать свой собственный бизнес, и в будущем иметь финансовую независимость, тоже можем в будущем иметь свободное время, которое мы можем провести своими семьями, путешествовать где нам угодно, где хочем. А я путешествовать люблю очень, и благодаря этому проекту я за последние два года был уже 14 раз за границей. и мне еще радует этот проект, потому что я могу здесь расти как личность. Через последние два года я познакомился очень много с новыми друзьями, которые больше, чем из 50 стран. И я еще в этом проекте потому, что я люблю помогать людям, и только помогая людям, я выиграю сам. И только мы с вами, мы все вместе можем изменить будущее планеты и спасти не один миллион, много миллионов людей в жизни, и те, которые становятся на автоаварии коллегами. Так, ребята, давайте 15 этап не за горами. И строй Skyway, спасай планету! Спасибо большое, Аурельева! Хочется поаплодировать, как мы бывали в зале, да, и нам хочется всегда поаплодировать выступающему. Вот, и сейчас действительно атмосфера такая, как будто бы мы вот действительно все в зале, все друг друга видим. Теперь мы приглашаем на эту нашу онлайн-сцену Патилу Исмаилову. Пожалуйста, Кыргызстан! Прошу вас! Куратор Кыргызстана, Патила, включайтесь! Здравствуйте, дорогие друзья, инвесторы и партнеры! Я Исмаилова Патила, региональный куратор Кыргызстана. Почему сегодня я в Skyway? Потому что я увидела большую перспективу и важность в разницу между MLM-бизнесом и краудинвестингом. С 2002 года по 2014 год я проработала во многих сетевых компаниях. Это были БАДы, косметика, прошла тренинги и семинары, прочитала много книг по бизнесу и личностному росту. Но в 2014 году я остановилась и задумалась. 12 лет я проработала в MLM-индустрии и не пришла к той финансовой свободе, о которой пишут в наших любимых книжках. Я захотела новые возможности. По закону притяжения моя одноклассница отправила мне ссылку по скайпу. Я, открыв ссылку, увидела красивые машинки и заполнила тест, где было написано, вы хотите быстро передвигаться, вы хотите безопасно передвигаться, экологичный, экономичный. Там было еще написано, вы можете купить доли компании, акции компании. Меня это заинтересовало. И в 2014 году, 11 ноября, я впервые сделала инвестицию в технологию Skyway, подробно изучив, что во главе компании стоит очень большой ученый Анатолий Эдуардович Юницкий, почетный член космонавтики СССР, 200 научных работ, 150 изобретений. Меня еще больше заинтересовало. Я почувствовала уверенность в этой технологии. И в 2015 году мы из Кыргызстана 24 человека поехали в Москву и впервые приняли участие на большой конференции, где Анатолий Эдуардович Юницкий рассказывал о перспективах этой технологии. И что нужно сделать большую инвестицию. По словам Юницкого, мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. И доходность Экотехнопарк будет в несколько раз превышать бюджет России. Меня это еще больше заинтересовало. Например, я хочу вот сейчас обратиться и всегда обращаюсь к сетевикам. Любая сетевая компания имеет свой производственный центр. Но сетевики находятся за пределами этого производственного центра. Они создают команду и имеют только товарооборот от своей команды. А здесь, в Скайвее, мы наоборот, сами строим производственный центр. И мы покупаем доли этой компании. В будущем уже вот мы находимся на 14 этапе из 15-ти. Значит, мы становимся совладельцами новой инновационной транспортной технологии, которая займет 50% рынка. И мы будем получать от этого 20%. Это очень большой доход. И работая в сетевых компаниях, например, я когда строила команды, многие по статистике из 10 человек только 2 человека могут строить команды. Многие остаются только просто потребителями. В сетевых компаниях 5-10% достигают пассивного дохода. А здесь ту команду, которую я выстроила сегодня, они в будущем будут все получать пассивный доход. Это интересно. И те навыки, которые я получила, работая в сетевых компаниях, используя именно в Скайвее, я построила большую команду. На сегодняшний день 100% вся выстроенная команда мной будет жить на пассивный доход. Это прекрасно. Да. И мы становимся участниками большой глобальной технологии. Мы совладельцы этой технологии. И мы можем это потом передавать по наследству своим детям. То есть строй Скайвей, спасай планету. А я бы туда еще добавила бы строй Скайвей, спасай семью. Потому что сегодня мы находимся на переходе в новую экономику, цифровую экономику. И почти где-то в течение 10 лет 70% людей останутся без работы. А мы сегодня инвестируем в роботов. Наши производственные центры, плюс два наших эко-технопарков. И конструкторское бюро, это все наши активы, которые будут в последующем приносить очень большой доход и миротворческий. Мы сегодня убедились, что Юницкий 40 лет тому назад уже предвидел сегодняшний день. Вот буквально весь мир, когда находился на карантине, когда машины перестали ездить, насколько очистилась наша природа. И у нас все хорошо. И даже наши предприятия продолжили развиваться с таким же скоростью. таким темпом и шли. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, да, я видел в комментариях, да, я сказал, что я буду следить за тремя минутами, но нельзя же перерывать такую душевную песню, которая идет действительно от наших сердец. Поэтому, поскольку мы ведущие, у нас есть возможность немножко корректировать это время. Спасибо вам большое, Патила. Удачной работы в вашем регионе. А теперь следующий участник. Приглашаю на эту сцену нотарию Косполову, один из кураторов российских регионов. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, слышно, пожалуйста. Ага, отлично. Я очень рада, что я участвую в таком замечательном марафоне нашей компании СВСИ и рада также видеть всех людей, с которыми мы вместе проходили многие мероприятия, были на экофесте. И также я рада, что нахожусь в компании единомышленников, потому что когда я увидела впервые насколько очень высока миссия компании, я здесь поняла, что какие люди могут быть, чтобы поднимать все это, потому что сам по себе Анатолий Эдуардович Уницкий, да, это великий человек, для того, чтобы помочь ему, нужно также быть немножко сумасшедшим, здесь немножко быть, может быть, фантазером и человеком, который смотрит в будущее, и также я однажды мечтала быть, может быть, совладельцем крупной компании и быть также инвестором, но когда я занималась бизнесом сетевого маркетинга, я прекрасно понимала, я долго, очень много занималась им, я очень часто инвестировала в свое здоровье, я инвестировала в личностное развитие, в продукцию и так далее, и мне казалось, что это самые лучшие инвестиции в мире, на сегодня я понимаю, что когда я столкнулась с философией компании, что самая лучшая инвестиция, это когда мы все вместе инвестируем в здоровье планеты, и таким образом мы сами будем и здоровее, и лучше, и будем развиваться, почему еще меня так это натолкнуло на инвестиции в компании, хочу сказать вот такую небольшую часть моей истории, однажды, когда в России была большая приватизация, мне вдруг почти бесплатно за какие-то копейки достались несколько ваучеров компании Газпром, и россияне знают, что это такое, но я не придала этому значения, когда они стали подниматься в цене, вышли они на рынок, я их продала буквально за 900 долларов, и съездила в мою первую поездку в Италию, мне так хотелось просто прогуляться по миру, узнать, что такое мир, но те люди, которые оставили эти акции себе, они не продавали, в дальнейшем они покупали себе и квартиры, и машины, я знаю таких людей на севере, это была моя реальность, и я поняла, что у меня нет ничего, кроме того, что я упустила шанс, и очень часто я упускала много шансов в своей жизни, не придавала этому значения, но вы знаете, когда я услышала о компании Skyway, и тем более, когда несколько раз прокатилась на замечательном транспорте, я увидела, что вот этот шанс, который я просто-напросто меня одарил, может быть, сам Господь, привел меня сюда, и поэтому нужно делиться с огромным количеством людей этой возможностью, потому что люди, они ждут, и поэтому я стала говорить об этом, стала куратором, заботиться о людях, которые только-только начинают открывать для себя эту индустрию, новую индустрию транспортной системы, и так же я стала спикером компании, я очень рада каждый раз доносить и доносить, каким образом здесь можно и преуспевать, и зарабатывать, и подниматься уже сейчас, и не ждать дивидендов, которые будут однажды, они будут, сейчас мы помогаем инвестировать, помогаем поднимать эту крупную корпорацию, но однажды это будет поднимать нас, и я так думаю, что очень скоро мы все будем жить абсолютно безбедно, поэтому здесь масса возможностей, возможность бизнеса, не упускайте, друзья, разбирайтесь в этом, как однажды разобралась я, и просто говорите об этом, и вы знаете, есть люди, которые пойдут за вами, спасибо большое, спасибо большое, спасибо, Наталья, спасибо, следующего мы вызываем куратора Екатеринбурга и Тюмени, тоже российские регионы, Руслан Багиров, приветствую, приветствую тебя, привет, привет, меня слышно, нормально, да, ну, я Skyway, потому что мы создаем прецедент, и до этого никто этого не делал, чтобы вот таким большим количеством людей выводить такую технологию серьезную, да, и вот это меня зацепило, прямо, со мной история такая произошла, я учился в университете на пятом курсе, конечно же, как любой студент писал диплом, и вот один из преподавателей мне сказал, я учился на бюджете, что вот ты бюджетник, на тебя государство просто так тратит деньги, а учился я по специальности строитель дорог и аэродромов, то есть у меня вот профильная специальность инженер путей сообщения, и я действительно закончил университет, пошел на работу там, не связанную со своей профессией, дальше занимался различными бизнесами, и партнерскими в том числе, и вот в 2014 году мне пришла информация, я сразу же понимал, что здесь есть партнерка, и партнерка связанная с транспортом, и я что-то щелкнуло так во мне, знаете, опа, надо разбираться, смотрите, вот этот вот момент, он, знаете, я его вспомнил только лишь года три где-то назад, и вот сейчас мы объединяясь, созидаем, да, созидаем новый мир, в котором нам всем жить, и вот основное, это, конечно же, хочется, чтобы наш транспорт появился в наших городах, и на это мы все с вами сейчас работаем, и поэтому работаем и взаимодействуем, да, поэтому вот я так думаю, что все это будет очень скоро. спасибо большое, Руслан, это действительно будет уже очень скоро, благодарим, и у нас следующий участник, мы приглашаем на эту сцену член управления нашей компании Алексея Суходоева, прошу, Алексей. Благодарю, Артем, благодарю, Любовь, благодарю, коллеги, рады вас приветствовать в этот прекрасный выходной день, но у приверженцев Skyway, как говорится, выходных дней не бывает, и многие, кто сегодня здесь находятся, фактически каждый день развивают проект, знакомясь с новыми людьми, общаясь по поводу новых направлений, и многое, многое другое. Я расскажу свою краткую историю. В первую очередь я присоединился к проекту Skyway как инженер. То есть с точки зрения технологии в 100 ответов на 100 вопросов именно технически я просто погрузился, то есть я штудировал, изучал, смотрел, и не мог поверить своим глазам, что такая технология подобная развивается с помощью системы краудинвестинга, краудфандинга. Можно по-разному говорить, но на тот момент я уже был связан с международными различными структурами, взаимоотношениями, имел много знакомых партнеров, и желание в бизнесе всегда оно было одно. Сохранить лицо, в первую очередь свое, и чтобы не было стыдно за развитие компании, чтобы развивать такую компанию десятилетия. И в один прекрасный момент кто-то может быть верит в визуализацию, кто-то нет. Прямо на канале YouTube я записал видео, что из всех направлений, которые я развиваю, многие мои партнеры были, мягко сказать, удивлены. Я ухожу и сосредотачиваюсь либо чисто на традиционных направлениях бизнеса, либо появится некий проект, который подкреплен реальной технологией, будущими реальными проектами. И, конечно же, это можно развивать с помощью партнерских программ. Потому что партнерские программы на самом деле это будущее корпорации. И ранее на своих вебинарах я ввел такой термин, как сетевое построение корпорации. Здесь сеть это люди, сеть это взаимосвязь. Тогда еще не было блокчейна, тогда еще технологии не шагнули так далеко, но каждый из нас с вами присоединяется вовремя. И в первую очередь те люди, которые будут смотреть этот телемост, просто послушайте всех выступающих и подумайте, отзывается ли ваше сердце к этому проекту или нет. Если нет, то лучше и не развивать активно, потому что результат отличного никто не получит. И потом буквально как снежный ком все начало развиваться. Я долго себя уговаривал поехать на первую конференцию. Это в гостинице в Москве. Гостиница была недорогая, небогатая, но туда приехали люди со всего мира. я увидел какой это контингент. Вот помню, как сейчас с Русланом мы обсуждали, когда ждали самолет, там познакомились со многими партнерами, знакомые еще с 2014 года, и не поверили своим глазам, что подобная конференция только на заре проекта была собрана. тогда даже люди с США приехали, несмотря на то, что в США немножко сложнее с нами работать, им просто было интересно, у них дорога лежала в России, они также в этой конференции поучаствовали. И многое поменялось с тех времен, потому что многие люди, которые начали развивать проект, они переключились уже на более масштабное развитие. И что я могу сказать абсолютно точно, любой абсолютно здесь может достичь своей полной самореализации, потому что на этой конференции цель была тоже небольшая история, то есть буквально за полтора месяца первые полторы тысячи людей были набраны в структуре. Сейчас абсолютно понятно, как говорить на примере, как действительно 20-30 встреч это реально проводить, если вы этого желаете. У вас будет огромный успех и результат. И далее, когда у вас не останется время на работу со своими прямыми партнерами, тогда вы будете вспоминать время, когда действительно можно было как-то время уделять просто лайфстайлу, жизненному стилю, когда ты можешь познакомиться с партнером, но у всех когда-то настанет такой временной цейтнот, когда вы даже с кем-то знакомитесь, вы будете этого партнера передавать, потому что просто у вас не хватит времени на работу с ним, вы заняты более серьезными вещами и более глобальными задачами. Я думаю, что у каждого человека в нашем проекте есть своя история, но в первую очередь это история Анатолия Эдуардовича Юницкого. Он нас объединил и он действительно как Моисей водил людей по пустыне более 40 лет, вот мы уже идем за этим гением современности кто-то 4 года, кто-то 5 лет, но мы не петляем, мы четко выверенно идем за лидером, за лидером инженерной мысли, за лидером экономики, будущего и за лидером той технологии, которая действительно спасает мир. И в первую очередь наша общая история это строй Skyway и действительно спасай планету, потому что это одна из немногих технологий, которая не только может потенциально очень мощно скапитализироваться и сейчас вот те дисконты, которые можно увидеть в личном кабинете, те, кто немножко знаком с криптовалютами, это абсолютно никакое не чудо, это уже текущая реальность и мое мнение, что через определенный отрезок времени, допустим, 7-10 лет, мы поймем, что это было заложено с пессимизмом. Так что благодарю вас, друзья, что здесь все собрались и я думаю, что таких историй присоединятся еще миллионы, миллионы новых людей и их истории и уже они будут делиться с нами на широкий экран. Спасибо большое, Алексей. Спасибо за такие прекрасные слова. Всем действительно успеха, как Алексей говорит, чтобы у вас прям времени не было, чтобы люди пороги обивали, чтобы с вами увидеться и 5 минут поговорить. насколько вы заняты наслаждением этой жизнью на данной прекрасной планете, которую мы с Анатолием Эдуардовичем успешно, как я считаю, спасаем. Спасибо, Алексей. Всего вам доброго. И мы приглашаем следующего участника, один из активных лидеров Азербайджана, Любовь Метальникова. Прошу вас на сцену. На сцену? Да. На нашу импровизированную сцену. Мы почти как в одной комнате. Дорогие друзья, здравствуйте, моя семья. У меня такая история очень интересная сложилась. Значит, я по жизни работала инструктором лечебной физкультуры, но до этого было очень много профессий, но получилось так, что мысленно я всегда думала, Господи, как же это физически трудно. И молила Бога, чтобы мне послал что-то серьезное и то, чтобы можно было именно быть полезным обществу, работать на благо. И всегда почему-то я, выходя с работы, когда расплачивалась со мной администратора, всегда я говорила, Господи, как же я устала. Ну, почему, говорю, почему вот сейчас я буду выходить и будет такая пробка, ну, почему, говорю, нельзя как-то иначе добраться до дома, потому что физически уже нет сил. и говорю, ну, хотя бы что-нибудь натянули до моего дома, видите, нет. Через некоторое время я, значит, в Ютубе вижу ролик, где Анатолий Эдуардович настолько подробно и от всей души, он рассказал, когда вот только начало строительства еще, этот ролик, что это будет самый крупный бизнес за всю историю человечества. И каждый сможет сделать свой личный вклад и потом могут зарабатывать хорошие дивиденды и сами, и дети, и внуки. И меня это очень тронуло до глубины души, поверьте, что я, когда я только лишь услышала об этом, я начала носиться, где же мне найти именно спонсора, как мне можно именно войти в эту компанию. и поверьте мне, в 2017 году произошло чудо, я встретила лидера, вот, это Татьяна Ибрагимова, которая просто произнесла, говорит, а я уже там в компании, просто тема не поднималась. И я была счастлива до, как сказать, до таких масштабов, что передать просто я не могу. И вот в 2017 году я стала значит партнером компании. И на сегодняшний день я счастлива, что я уже дошла до именно того статуса, что я лидер именно в Азербайджане. И я горжусь тем, что компанию Sky World Community именно возглавляет именно тот человек, именно кого я услышала. Именно он является генеральным конструктором Анатолий Эдуардович Юницкий. И меня очень вдохновляет то, что этот человек не сдавался, именно шел по жизни, как бы ни было трудно, несмотря вот, вернее, смотря некоторые последние ролики, когда он от всей души поделился этим. И мне очень это стало трепетно, потому что у каждого человека своя история. Но он 40 лет, ведь каждый человек идет там несколько лет, ломается, уходит в сторону, 40 лет непосредственно шел именно к реализации своей мечты, к этому проекту, уникальному проекту. Ведь это транспорт второго уровня, он экономичный, экологичный, безопасный. Мне льстит, что этот транспорт умный, понимаете, транспорт имеет свой интеллект. И благодаря народному финансированию здесь участвуют компании более чем инвесторы, более чем из 200 стран мира. Это проект, который в ближайшее время вырастет глобальную транспортную индустрию. И наша задача объединить как можно больше людей на всей планете и передать любому и каждому настолько важен транспорт именно. Транспорт второго уровня. Именно для того, чтобы спасти кто-то. Чтобы не было аварий на дорогах, чтобы не было коллег, потому что моя профессия была тоже связана непосредственно с колясочниками и так далее. Вот чтобы не было пробок на дорогах и мы не вдыхали этот смог и дышали непосредственно чистым воздухом. Мы уже делаем это. Я считаю, что время пришло. И я считаю, что все в наших руках. Я верю, я знаю, что мы сможем построить миллионы километров дорог на всей планете. И этот транспорт будет служить нам сто и более лет. Сможем и построим. Благодарим вас, Любовь. Обязательно. Благодарим вас, Любовь. Да, Анатолий Эдуардович, не только ваш, он, я думаю, дейный вдохновитель многих из всех, кто вообще его поддерживает. и действительно у нас все получится. Мы идем дальше. Благодарю. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасай планету. Спасаем планету. Мы спасаем, мы уже это делаем. Итак, следующее, мы приглашаем куратора Грузии и активного лидера, активного спикера, который тоже строит большую структуру, проделывает огромную работу. Пожалуйста, Мзия, Криселидзе, мы вас слушаем. Подключайтесь, пожалуйста. Прекрасно. Здравствуйте, Мзия. Приветствую всех с прекрасной страны. Это страна, которая сегодня в мире, всем известно, что зеленое безопасное место. Это Грузия. Да, я из Грузии, это моя родина. Главное то, что вот Грузии я сразу увидела, что этот транспорт нужен именно моей стране. Это была большая мотивация для меня, вот когда первый раз я услышала об этом. Это мотивация, которая меня заставила прямо зайти в этот проект, чтобы пойти в государство, пойти в правительство и объяснить им, чтобы Грузия нуждается в этом транспорте. Это было очень важно. Я думаю, что после Эмиратов наверное первая страна будет Грузия. Я уверена в этом. Это будет так, потому что мы очень серьезно работаем над этой темой. Skyward Community это компания, компания, которая дает возможность людям развиваться. У каждого человека есть мудрость, о котором люди не знают даже. Есть внутри мудрость у каждого, но люди об этом не знают. Вот эта компания дает возможность найти свое место в жизни, использовать эту мудрость, свой мудрость, потенциал, развиваться. Это тоже была мотивация большая для меня, потому что из Грузии моя команда серьезно начала развиваться в этой компании. Были партнеры, которые работали в разных местах, были другие работы, другие компании, но вот пришло время, за какое-то несколько месяцев, они решили стать на 100% партнерами Skyward Community. Это очень важно, когда человек решается работать именно в этой компании, очень серьезно работать. Очень важно, я хочу всем сказать, и от себя сказать, конечно, очень важно, если мы хотим построить Skyway во всем мире, и, конечно, в первую очередь в своей стране, обязательно сделать такую команду, сплоченную команду, потому что один человек этого не сделает, даже один Неуницкий без людей, без инвестиций, без всего планеты, он бы не смог это сделать без нас, да, также каждый должен думать именно так, если мы будем создавать команды, сплоченные команды, развивать эти команды, они будут работать на эту тему, на каждую страну, на каждое правительство, она будет более быстро, быстро развиваться. Я вот сегодня нахожусь на природе, я не в кабинете, ни дома не сижу, почему? Потому что вот эта конференция нам дала возможность еще раз собраться с командой, и здесь моя команда, они хотят вас приветствовать, поблагодарить всех вас за такое мероприятие, мы все когда собрались, сказали, что мы соскучились по вас, соскучились по этим мероприятиям, и это очень важно, чтобы мы были вместе всегда. Привет, привет! Всем привет, привет Грузии, привет Кам... Мы тоже скучаем по вам! Приветствуем вас! Приветствуем всем! привет всем! Привет! Спасибо большое, спасибо Грузии, за то, что вы такие... Вот это наша работа, но это минимум, дорогие, это минимум, у нас большая команда, очень большая, просто мы всех сюда пока не собрали, так что благодарю вас всех, что вы есть, что есть Skyway, что есть Юницкий, и что есть наше правление, которое всегда делает так, чтобы у нас была очень интересная бизнес-среда, которая нас мотивирует, и мы очень серьезно работаем. Спасибо! Спасибо большое, МЗИ, спасибо большое грузинской команде, и привет отдельный Давиду, очень приятно было вас видеть! Супер, супер! Добра вам и хорошего выходного! А мы переключаемся на следующего! И это соседи, соседи нашей Грузии, и это соседи, это Турция, представитель Турции, Эргиз Бульбуль, прошу, пожалуйста! Здравствуйте! и приветствую всех, кто находится сейчас, в данное время, здесь. Здравствуйте! Я 7 месяцев, как нахожусь в этом проекте, в проекте Скавей, и я инвестировала Скавей на свое будущее, так скажу, на будущее для своих детей и для своих внуков. Я благодарна тем людям, которые участвовали в том, что я стала инвестором в проекте Скавей. Турция это очень большая страна, которая имеет потенциал стать на первом месте по инвестиции. Я хочу спросить, меня слышно вам? Слышно прекрасно, хорошо. Да, спасибо большое. Мы работаем, я работаю с НЗИ и с Давидом вместе, они поддерживают нас, и думаю, что в будущем у нас будет очень хорошая и большая команда, которая по правде будет знать цель Скавей и тоже будет так-то инвестировать на свое будущее. Скавей это для меня так скажу, это чистая природа, которую я очень люблю, потому что первое, что для нас важно, это наше здоровье, это наша природа, и поэтому думаю, что об этом надо будет донести и многим другим остальным людям, потому что о проекте многие в Турции не знают, потому что проект только-только продвигался в Турции и попал под пандемию, я так скажу, немножко нам перережала дорогу в Турции пандемия, но мы сейчас взялись и опять же продолжаем по своему пути. Я очень счастлива, что нахожусь в этом проекте и благодарю всех, кто сегодня находился здесь. Спасибо вам большое. Энергиз. Спасибо большое, Энергиз. За такие слова мы желаем удачи и в вашем регионе, и в работе с такими профессионалами, как Мзия и Давид. С ними действительно ваша работа в руках горит. Поэтому всего вам доброго, будьте здоровы. Желаю вам, чтобы ваш начинающий регион развивался, процветал, чтобы вы догнали всех нас и у вас росла огромная-огромная команда. Благодарны вам. Спасибо за поддержку, за теплые слова. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. А мы вызываем следующего нашего спикера. Это член правления, представитель Эстонии Владимир Маслов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Включайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Как меня слышно? Слышно и видно. Я очень рад с вами встретиться. Я заранее поблагодарю ведущих. Пожелаю им сил выдержать марафон. Марафон это 42 километра и 195 метров. Это непросто. Мы прошли, если вернуться обратно к проекту, то мне хочется сравнить с марафоном. Действительно, я так вот сидел, прикидывал, что мы примерно прошли, осталось нам пройти 5 километров и 195 метров. То есть большая часть марафона уже пройдена. Кто-то говорил, что 40 лет Моисей как бы водил народ, чтобы созрел проект Божий. Мы тоже, это все непросто. Нас каждого где-то водило. Меня тоже 40 лет водило. Я родился, как я люблю говорить, в первой половине прошлого века, но тем не менее мне этот проект очень сильно прихватил. Я не, значит, что мне в первую очередь как бы привлекло? Я вообще вернулся или вернее, вернулся к проекту благодаря тому, что я в первую очередь увидел в нем мощный потенциал технологический, технический и большой потенциал именно возможности трудиться людям, получить работу так называемую, который, ну, непросто. Мир меняется и все очень непросто. А это работа или возможность трудиться, возможность зарабатывать десятилетиями, навек практически, на сто лет, пока этот транспорт будет развиваться. То есть сначала был технический, технологический потенциал, но уже в 90, в 2015 году я увидел, что дело развивается. Мне удалось, я познакомился непосредственно с Анатолием Эдуардовичем и вот это тут сработал триггер, я понял, что это человек, который любит проект, это его жизнь. Вот, и где-то внутренне я сделал решение, что я связал свою жизнь, всю последующую жизнь я отошел от всех проектов, от всех работ, в которых я участвовал, вот, и стал, и уже сейчас привлекаю весь тот потенциал, который я накопил для этого проекта. Потому что в первую очередь он мотивирует меня, потому что это возможность применять свой профессиональный опыт, который немаленький, общение с людьми и возможность с ними общаться, начиная от Вьетнама и завершая, то есть Европа, Азия, та же самая Турция, та же самая Бразилия, та же самая Нигерия, все практически страны Европы, это очень здорово и это очень хорошо, общение с людьми. Еще очень важно наше сообщество, ведь смотрите, наше сообщество, оно складывается с людей, которые, они остаются в этом проекте или они так, это транзитом проходят здесь, но я знаю многие, которые вернулись в этот проект, потому что они посмотрели тут, посмотрели там, есть разные люди, одни хотят сегодня посеять картошку, завтра варить уже картофельный суп, но понимаем-то мы то, что посеяв сегодня добро, посеяв сегодня проект, мы делаем завтрашний день, то есть осталось еще пройти 5 километров, 195 метров, как я вам говорю, вдохновляет динамика проекта в первую очередь, он действительно идет, я могу вам абсолютно профессионально сказать, что я это на вебинарах говорю, что проект он динамически развивается, сценарии по временным факторам бывают разные, но он идет вперед, продвигается, это вдохновляет, это воодушевляет, и я бы хотел, чтобы мое воодушевление передалось бы и всем вам, кто вы меня сегодня слышите, ибо я получил очень хороший такой заряд эмоциональный уже от тех, кто выступили, потому что я практически всех этих людей знаю, я желаю всем сил, уверенности, последовательности, надежности, и передавать это другим, от нас зависит то, как мы сделаем проект, и я всегда цитирую, вот недавно опять нашел этот лозунг, который в Белоруссии тот самый, я прочитал, мы сегодня за планету в ответе, спасибо, завтра скажут нам дети, вот, дорогие друзья, желаю всем успехов, до скорых встреч, я вас всех люблю, всего доброго. Спасибо большое, спасибо Владимир Маслов, спасибо за такие слова, и действительно и ваше напутствие, и энергия передается, и да, мы еще не успели начать в 5 часов, а уже, пока все встретились, поговорили, все проверили микрофоны, уже были довольны, лицо валит улыбаться. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. А сейчас мы приглашаем на нашу вебинарную сцену человека, который сначала создал структуру в Латвии, и отлично работал, помогал в нашей компании, а потом уехал аж в Израиль и начал делать структуру там. Прошу, Елена Ковалик, прохожу, по-по-по-по. Салом из Израиля. Да. Лена сейчас куратор Израиля, поэтому просто мне хочется добавить, что очень активно работали мы в Латвии, затем Лена сказала, мне мало, мне надо больше, у меня структура в Израиле, мне надо лично присутствовать, я хочу там взять все в свои руки. И, собрав чемодан, вперед в Израиль развивает Израиль. Так что, давай, Леночка, мы тебя слушаем и очень ждем в гости. Спасибо, да, я тоже рада буду приехать еще, но пока я здесь и очень этому рада. И я в проекте, потому что вот я люблю, как и Владимир, общаться с людьми. И здесь есть огромнейшая возможность для этого. Особенно всегда очень радостно посещать Эко-технопарк. И Эко-фестивали это радость и такая сплоченность и чувствуешь себя единой семьей. И на Эко-фесте ну, столько горячих улыбок, столько глаз и большая гордость всех и каждого, что мы сопричастны и что мы здесь видим именно что наш денежный вклад имеет реальное воплощение. И это нас до такой степени ну, просто вот мы когда подъезжали всегда к Мариной Горке, мы просто бежали в автобусе, что вот мы здесь. И главное, это из года в год повторялось каждый раз. Потому что Эко-технопарк, он все красивее и красивее. И еще больше там транспортных средств. И это такое чудо, что мы уже даже на нем катались не один раз. И имеем билетики на память, что мы уже там прокатились, да, и многие прокатились и на нескольких видах транспорта. Вот. И когда посещаешь такие мероприятия, то всегда очень вдохновляешься. И вдохновляешься людьми, вдохновляешься результатом, и сразу становятся больше целей и желаний на будущее. Мне это очень нравится. И я в проекте, потому что став инвестором в августе 2015-го, в 2016-м году я решила помочь своим деньгам. Поэтому я подписала партнерское соглашение и через два с половиной месяца стала мастером. А сейчас я по структуре эксперт и вот тоже являюсь куратором Израиля. и я себя, я думала, что меня замотивирует для того, чтобы создавать структуру. И я решила, что я хочу, чтобы моя команда принесла в проект миллион долларов. И в прошлом году у нас это получилось, только у нас получилось даже полтора миллиона чего. Я очень рада. Вот. И еще я в проекте, потому что я люблю Израиль. Правильно Любочка сказала. Мне, наверное, очень пасмурно было в Прибалтике, и я поехала в эту солнечную страну. И мне здесь нравится, что люди любят экологию, что они ухаживают за каждым кустиком, что везде есть полив специальный, изобретенный израильтянами, да, и что из этой пустыни сделана такая красота. И я вот хочу, чтобы наш легкий, безопасный, экологичный, такой кружевной транспорт летал по сопкам Израиля. И чтобы вот те солдаты, у меня сейчас сунь солдат здесь, приезжали на шаббат быстрее и комфортнее, возвращались быстрее домой. Он служит на юге, и семь часов добирается до дома. То есть семь часов в армию, семь часов до дома. Это очень много, это почти два дня. А так он был полезнее в стране еще больше. И скоро он будет мгновенно практически пересекать это расстояние. Да, а я буду быстрее и тоже комфортнее приезжать к родным и близким и друзьям в Европу и на другие материки, потому что у меня есть подруга и в Америке, поэтому Леночка Бычковская. Привет, Ленуська. Вот, и приедем туда. Скоро, скоро Skyway по всей планете доставит нас, сделает нас, как будто мы живем в одном городе. Да, я надеюсь, что нас смотрят и новенькие люди, которые только недавно, может быть, пришли в наш проект. И я рада, что вы с нами. Я занимаюсь спортом, обязательно одеваю вот эту маечку, и вот сегодня одела, что энергия каждого нужна нам. Пожалуйста, присоединяйтесь. Спасибо большое. Литроот, увидимся. Спасибо. Лена, желаем удачи в развитии этого региона, полтора миллиона. Это очень здорово, молодец, поздравляем, прям радостно слышать. Спасибо, Леночка. Итак, следующие. Следующий у нас Владислав Волков, куратор одного из российских регионов, куратор Санкт-Петербурга. Владислав, пожалуйста, подключайся, мы тебя слушаем. Добрый день. Добрый день. Приветствую, приветствую. Добрый день, хорошо видно, слышно, да. Великолепно, да. Во-первых, дорогие друзья и партнеры, приветствую вас всех и всегда, когда начинаю свое определенное вещание в интернетовских просторах, спрашиваю, кто в какой год и когда присоединился и кто вообще новенький и так далее. Хочу вот Нергейс Бильбюль поблагодарить за то, что 7 месяцев от роду ей в этом проекте она как бы рождена, да, прекрасно. Просто хочу сказать благодарность ей, потому что не так много, да, мы молодеем и молодеем и молодеем. Я к этому, нас это очень радует. Вот, друзья, хочу вам сказать, что к проекту я пришел, мы с супругой пришли давно, можно сказать, узнали об этом проекте, да, в 2011 году мы в Санкт-Петербурге организовывали такую большую-большую конференцию, организовали большую конференцию Жак Фреско, если кто-то знает, проект Венера есть такой. Жак Фреско прекраснейший архитектор своего дела. Вот, он в 96 лет прибыл в Санкт-Петербург, это была гостиница Октябрьская, Лариса Артамонова тогда тоже нам помогала в этом деле и была участником. И вот именно там, на этом прекраснейшем месте, в этом прекраснейшем здании было полторы тысячи человек, я узнал первый раз, мы узнали первый раз, Ирина, моя супруга, Ирина Волкова, Лариса Артамонова и я, мы узнали о том, что существует прекраснейший проект Skyway. Вот, что же меня кликнуло и что же меня дернуло в 2014 году, прошло, проанализируйте, сколько времени прошло, чтобы я созрел, да, озрею, как оказывается, я очень долго, видите, с 2011 до 2014 года, но тем не менее, в 2014 году мы узнали об этом проекте, с 11 ноября 2014 года мы с супругой в этом проекте, можно сказать, 24 на 7, но, хочу вам сказать, дорогие друзья, не делайте такую ошибку, не 24 и 7, оставляйте субботу и воскресенье для своего развития и для своей семьи. Вот, значит, что я дальше хочу сказать, что же именно переключилось и кликнуло в моем сознании, это то, что все эксперты в таких больших кавычках, в больших кавычках эксперты, в таких больших кавычках, говорили очень прекрасно о проекте и говорили, что нельзя ни под каким предлогом входить в этот проект и тогда мы с супругой с Ириной подумали, слушай, но если так эксперты очень рьяно говорят об этом, значит, что-то в этом есть. Вот, и тогда, как инженер, еще вторая позиция была, я проштудировал все, что было тогда, а тогда было не очень много, да, вы помните, что тогда было только озера и еще что-то, какие-то там вещи в интернете можно было найти о проекте, но, тем не менее, глобальность и потрясающая глубина этого проекта меня поразила и тогда, конечно, мы вот с Ириной приняли решение, что мы в этом проекте, потому что, ну, изменить нельзя больше, потому что невозможно пропустить такую красоту. Вот, второй или третий момент это философия проекта. У проекта есть философия и это факт на сегодняшний день, да. Четвертое, у проекта есть вектор развития и этот вектор развития мы сейчас наблюдаем прекрасно, это можно, ну, то есть не просто наблюдать, вещается на всех каналах, наших официальных каналах, я говорю об этом. И еще один момент сыграл, который свою роль, это глобальность, не просто глобальность и прорыв в будущее через этот проект, но еще и, что проект способствует переходу всего человечества на новый уровень вообще развития. то есть все человечество вместе с проектом переходит на новый уровень развития. Вот это, конечно, перекрестнуло и сделало свою точку над И и полностью, как это, выключатель включило у меня в голове, да, вот. Поэтому на сегодняшний день своим детям и внукам мы уже смело можем говорить, что о нашем проектах и отчасти внесенного в реализацию прекрасного. То есть мы с вами реализуем прекраснейшее, с чем я вас и себя поздравляю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Владислав. Спасибо. Спасибо за такие слова. И действительно долгий долгий путь был проделан до момента Skyway. Я буквально недавно наткнулся на видео, где Ирина представляет Джака Фреско на одной из это, ну, какая-то встреча была. И вот как раз я у нее спрашивал о том, как вы узнали о Skyway-проекте. И очень здорово, что вы не ушли туда, а пришли именно сюда и помогаете развиваться данному проекту. А сейчас мы приглашаем сюда представителя Белоруссии Алексея Наумовича для того, чтобы он рассказал, почему он присоединился к этой технологии, к этому проекту и к тому, что делает Анатолий Эдуардович Веницкий. Алексей. Спасибо, Артем. Да. Здравствуйте. В первую очередь обусловлено тем, что я из Белоруссии. Мне очень приятно, во-первых, наблюдать, как все здесь это строится. То есть я с 14-го проекта, с 14-го года в проекте вижу, как все развивается, начиная от картики получения земли, каждый стол, и здесь можно поехать, смотреть, и все это очень любопытно наблюдать, как стартап из стадии картинок превращается уже в такое реальное, материальное, на чем можно уже поехать, потрогать, поехать. Ну и очень-очень такой захватывающий сериал, длиной уже в 6 лет, и сейчас, пожалуй, самое интересное только начинается, когда видишь интерес вообще со всего мира, интерес там из арабских стран, интерес из азиатского региона, из Америки, из Южной Америки, то есть интерес к проекту отовсюду, ну а я прежде всего поддержал проект скорее как айтишник, у меня, я программист по образованию, 10 лет я работал как инженер в стартапах разных, американские стартапы, немецкие стартапы, и мне было интересно поучаствовать здесь уже не как инженер, а как инвестору, то есть когда ты участвовешь в стартапе, в таком большом, в таком глобальном стартапе, именно как инвестор, получаешь в нем долю, вот ты понимаешь, насколько это, ну во-первых, о проекте можно очень долго говорить, он прекрасен, во всем прекрасен, много кто говорил, и когда ты еще принимаешь участие как инвестор, ты понимаешь, что этот портфель, он, ну просто, это как клад, который будет давать плоды еще долгие, 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 многие годы, и данный проект, он не просто какой-то виртуально, потому что, ну есть много стартапов, которые где-то, в IT, в интернете и так далее, а этот стартап на земле, то есть мы реально можем изменить облик всей планеты, перемещаться на качественном другом уровне по планете, то есть это, ну просто реальный шаг вперед, как Владислав сказал, что это переход на новый уровень развития планеты, поэтому это очень-очень-очень круто, плюс это белорусская, мне приятно поддерживать белоруса, рода Безгомельской области, вот у меня отец тоже рода Безгомельской области, поэтому, ну вот, все просто очень совпало, поэтому я здесь, и я думаю, что сейчас самое интересное начинается, вот, и вот так, спасибо. Случайности не случайные, Алексей, случайности не случайные. Это точно, 100%. Спасибо вам большое, спасибо за эти добрые слова. Сейчас как раз, на секундочку подумал, думаю, интересно, если бы я жил в Белоруссии, это ж можно каждый день, либо переехать вообще в Марину Горку, либо периодически, хотя бы раз в неделю, ездить на пикник к экопарку нашему и наблюдать. Я вам больше скажу, сейчас возле экопарка есть фермерское хозяйство, и за последний год там очень-очень много изменений, там туда ездят на выходных, там сейчас уже сотни людей, которые отдыхают, снимают беседки, которые можно на ночь снимать там домики, то есть вот выходишь утром, а у тебя перед лицом на парк. Фантастическая информация. Можно приезжать, снимать домики, рыбачить, все, что хотите, хотите делать, приглашать инвесторов, у нас в Беларуси открытая страна, поэтому welcome. Супер, спасибо большое за информацию. Всем на заметочку, то, что можно теперь на несколько дней раньше до ЭК-феста приезжать, чтобы насладиться всеми приготовлениями, но еще с той стороны, а потом на ЭК-фесте идти вперед в 2021 году. Учитывая, да, что у нас в этом году ЭК-феста нет, поэтому это прекрасная замена, можно еще до конца года пока тепло приезжать. Ясно, спасибо большое. Ну что, и мы переходим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,